Всем привет! Сегодня вашему вниманию я хочу предложить очень интересный рецепт пирога. Он словно тортик. Это шоколадный пирог с вишенкой, с творожной начинкой и политый сверху шоколадной глазурью. Этот пирог очень нежный, очень ароматный, с шоколадом пахнет. И вишенка такую кислинку придает интересную, очень вкусный. Если вам интересно, как приготовить такой пирог, то смотрите продолжение дальше. Я полностью расскажу вам весь рецепт и процесс приготовления этого пирога. А вас попрошу, если вы еще не подписаны на моем канале, то подпишитесь. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И если понравится вам мой пирог, то поставьте лайк, поддержите мой канал. Мне будет приятно. А мы продолжим готовить наш пирог. Готовится он очень быстро. Сначала нам нужно подготовить творожную начинку. Но прежде чем начинать ее готовить, мы включаем духовку, чтобы она разогревалась на 180 градусов. Потому что пирог готовится довольно быстро, с заготовки все. И нужно, чтобы она разогрелась. Так, мы берем творог. Творог у меня 9-ти процентный. Мы берем 350 грамм. Сюда мы добавляем 2 яйца и желток, и белок. Все вместе. Затем мы сюда добавляем 100 грамм сахара. Сахарного песка. Еще мы сюда добавляем соли немного. Это где-то 1 четвертая часть чайной ложечки. И ванилин. Пол пакетика ванилина или ванильного сахара. И все это нам нужно блендером перемешать хорошенько до однородной массы. Вот обычным блендером. Так, чтобы масса была однородная. Прежде чем перемешивать, добавьте еще сразу сюда. Можно, конечно, добавить сразу. Можно чуть-чуть. Потом, когда перемешается творог, добавляем мы сюда крахмал. Желательно кукурузный. Но если нет, то можно и обычный картофельный. 25 грамм – это 2 столовые ложки без горки крахмала сюда. Теперь мы еще берем сюда 15 грамм сливочного масла растопленного. Можно на водяной бане, можно в микроволновке его растопить, чтобы оно было такое жидкое. И 100 грамм сметаны. Сметаной жирной и желательно 20-25% сметаны. Ну, а теперь можно все перемешивать. Все сразу. Все в однородную массу. Вот, посмотрите, какая получается творожная начинка. Такая пастообразная, как очень-очень густая сметана. Видите, однородная, крупинок нет. Теперь мы пока оставляем ее в сторону. И берем другую мисочку. В эту мисочку мы выливаем 3 яйца. И желтки, и белки, все вместе. Теперь мы сюда добавляем еще 150 грамм сахара, сахарного песка. И щепотку соли. Это 1 четвертая часть чайной ложечки соли. Добавляем. И все это нам нужно хорошенько взбить до такой пышной-пышной массы, очень пышной миксером. Взбиваем такое, ну, где-то минуты 3-5, наверное, нужно, чтобы была такая масса пышная. Вот, посмотрите, какая масса получается. Яйца с сахаром смешали, очень пышная такая. Теперь мы сюда добавляем сливочное масло. Сливочного масла мы берем 130 грамм. Мы берем его растопленное, или на паровой бане, или в микроволновке. Растапливаем. Выливаем все сюда. Теперь сюда мы добавляем еще половинку пакетика ванилина. Ну, то, что осталось после творога. Тоже добавляем сюда. И добавляем сюда сметаны. Тоже 20-25% мы добавляем 150 грамм сюда, в нашу смесь. И все нам нужно еще хорошенько миксером перемешать. Вот, посмотрите, какая получается масса. Довольно пышная и однородная. Теперь мы берем муку. Муки мы берем 150 грамм. Мы ее обязательно просеиваем. И еще мы берем 50 грамм какао. Тоже обязательно просеиваем какао. Мы добавляем муку сюда. И сюда мы добавляем еще 2 чайные ложечки разрыхлителя. Тоже добавляем в эту нашу смесь. Вот один маленький пакетик получается. И все это нам нужно перемешать. Добавляем муку с какао с разрыхлителем до такой однородной массы. Затем будем добавлять сюда в жидкую смесь. Какао с мукой перемешала. Видите, какая однородная. Теперь мы добавляем сюда, в нашу жидкую смесь. И за 2-3 раза сразу все не добавляйте. И перемешиваем или венчиком, или миксером. Как вам удобнее будет. Сначала я перемешала ложкой, а потом миксером перемешаю. Потому что, чтобы не разлеталось. Вот посмотрите. Вот такое тесто у нас получилось. Оно довольно жидкое. Как очень-очень густая сметана. Вот видите. Так, теперь мы берем формочку. Формочка у меня в диаметре 20-21 см. Она разъемная. Вот дно я выстелила пергаментной бумагой. Вот видите. Смазала растительным маслом. Кисточку вот налила ложку растительного масла. Смазала и дно, и боковинки. Чтобы на всякий случай, чтобы не прилипало. И теперь подготовим вишню. Вишни я взяла где-то 200-250 грамм. Ну, у меня тут 240 где-то приблизительно так грамм. У меня замороженная вишня. Можно использовать и свежую вишню. Косточки предварительно нужно вытащить. Делим мы пополам эту нашу массу. Половина пойдет на один слой, половина на другой. Теперь в эту формочку мы выкладываем тонким слоем где-то 1 третью, 1 четвертую часть нашего теста. И разравниваем лопаточкой. Вот, посмотрите, я выложила часть теста. Вот, выложила, видите, сколько где-то... Ну, где-то 1 третья, наверное, 1 четвертая часть. Ну, вот такое вот количество. Теперь сюда мы сверху этого пласта мы выкладываем нашу творожную массу. Творожную массу мы так, это визуально делим пополам. И половину мы выкладываем сверху на наше тесто. А сверху творожной массы мы выкладываем половину нашей вишни. Вот, посмотрите, вот так получается. Сверху творожной массы выкладываем половину вишни. Теперь вот это тесто, что у нас осталось, мы делим пополам. Вот так вот. И половину теста выкладываем сейчас сюда, сверху вишни. А поверх теста будем выкладывать уже вот эту оставшуюся половину творога. А сверху вишню. Вот это второй слой теста нашего. Теперь весь оставшийся творог выкладываем. Вот это второй слой творога и вишни. Вишни не осталось, творога не осталось. И у нас осталось тесто, одна третья часть. И мы тесто выкладываем сверху. Стараемся так равномерно его распределить по всей площади. Вот наша заготовочка уже готова к пирогу. Духовка у нас предварительно разогретая на 180 градусов. И мы ставим печься наш пирог на 35-40 минут. Ближе к концу проверяйте шпажкой. Если тесто не будет липнуть, творог, естественно, все равно будут липнуть, то значит готово. Пока печется наш пирог, мы подготовим шоколадную глазурь. Для нее нам необходимо шоколад. Мы берем черный шоколад. Если хотите, то можете, конечно, и молочный. 100 грамм шоколада. 30 грамм масла. Мы добавляем сюда мисочку сливочного масла. Масло у меня 82,5%. И еще мы сюда добавляем молоко. 80-70-80 миллилитров молока. Это в зависимости от того, какую вы хотите, более жидкую или более густую. И всю эту мисочку мы ставим на паровую баню. В кастрюльку я набрала водички, горячая закипела. Ставлю сюда в кастрюльку и накрываю крышечкой. И можно полотенцем накрыть, чтобы оно растворилось. Шоколад растворится в молоке с маслом. Масло растворится. И будет готова наша глазурь. Пирог наш уже приготовился. Он пекся у меня немножко дольше. 50 минут где-то приблизительно. В связи с тем, что вишня мороженая. И сама форма размером она меньше. Но сам пирог получается в ней выше. Из-за этого нужно немножко больше времени. Теперь мы его оставляем остыть. Вот так вот в формочке. Вот здесь вот проходим по краю. Или ножом, или лопаточкой. Чтобы на всякий случай, если вдруг прилипло, то чтобы отсоединить. Потом мы снимаем эту форму. И переворачиваем наш пирог на тарелочку. Вот так накрываем тарелочкой. И переворачиваем тарелочкой. И нужно подождать пока остынет. А потом будем заливать глазурью. Вот такая глазурь у меня получилась. Вот посмотрите. Она такая довольно жидкая. Но это она еще немножко теплая. Застынет она станет более густой. Теперь мы... Пирог я выложила. И теперь мы смазываем наш пирог. Нашей глазурью со всех сторон. Вот так выливаем сверху. Если хотите, то можно и боковинки помазать. Вот посмотрите. Я уже смазала наш пирог глазурью. Но глазурь еще теплая. Она немножко жидковатая. Но она когда застынет, будет все хорошо. Я и боковинки решила смазать. И сверху тоже. Теперь нужно, чтобы он пропитался глазурью. И немножко творог застыл. Поэтому мы поставим в холодильник на 2-3 часа. А потом будем смотреть, как он будет выглядеть в разрезе. Вот я уже достала пирог из холодильника. Глазурь на нем застыла. И разрезала, чтобы вам показать, как он выглядит внутри. И посмотрите, какие красивые разводы. А по своему составу тесто получается очень нежное. Очень ароматное. Шоколадом очень пахнет. И вишенки много. Кислинка такая. Это очень вкусно. Если вам понравится такой пирог, попробуйте приготовить. Обязательно готовится быстро. То поддержите мой канал. Поставьте лайк. Мне будет приятно. А всем спасибо за внимание. И приятного аппетита. Пока.